Господи, да простят меня все менеджеры, которые со мной работают. Наша вообще в целом деятельность, это не сел и 150 лет сидишь, делаешь одно и то же. Это всегда какое-то движение. Это бывает очень скрипуче, очень тяжело. Если честно, зачастую ловишь какую-то даже депрессию из-за этого. Бой красивой пандарянки против красивой арчихи, ну это то, ради чего стоит вообще заходить в интернет, друзья. 20 тысяч зарплата, боже, это же так круто! Нету политики более лицемерной, чем толерантность. Когда мы говорим про толерантность, мы подразумеваем, что кому-то мы должны проявить толерантность. То есть кто-то хуже нас, и мы почему-то должны к нему быть снисходительными или там жалеть его. Первое, женщины в англоязычном сообществе, да, я не знаю, здесь же можно высказывать абсолютно честно и прямо. Так, давай, я скажу дисклеймер, да. Мы очень любим женщин, мы очень любим женщин, мы знаем прекрасно то, что в российском сегменте анимационное сообщество, игровое сообщество, все держатся на женщинах и только на женщинах. Уже глупо это отрицать. Пап там своих красивых лепишь в блендере, блин. Да, да, да. Изращинец. Двумя руками анимирование одно. Может, быстрее получится. Всем сквош и стретч, а также силы и чести, дорогие друзья. Горячо приветствуем вас на самом анимационном подкасте интернета «Кто здесь аниматор?», где мы говорим о мультипликации, компьютерных играх, режиссуре, сценаристике и вообще обо всем, что связано с большой, дорогостоящей и интригующей индустрией анимации. С вами ведущие. Я Рашид Дышечев, 2D-аниматор, преподаватель школы анимации, руководитель студии «Мультоград» и Олежа Никитин, режиссер дубляжа и педагог кинематографии. Партнер подкаста «AnimationSchool.ru» – топовая онлайн-школа для всех, кто хочет создавать мультфильмы, компьютерные спецэффекты и компьютерные игры. Друг за дружкой в прошедший месяц случились два геканутых события в мире анимации. Сначала наши преподаватели анимации, объединившиеся в студию Лихтар, выпустили короткометражку «Слэш фаш слэш тизер» по вселенной Ведьмака Анджея Сапковского. А потом мы совершенно случайно услышали про то, что команда российских энтузиастов выпустила короткометражку по вселенной Варкрафта. Интересно, не обе ли короткометражки являются естественным ответом настоящих фанатов этих вселенных на все те странные политические решения, которые принимают CD Projekt Red и компания Blizzard. Ну, про короткометражку по Ведьмаку у нас и так были стримы на канале Школы Анимэшн Скул Лайф, а вот для разговора про короткометражку по Варкрафту мы связались с автором ролика Павлом Беловым, руководителем и основателем студии Lonely Road Pictures. Всем рекомендую перейти на видео-версию подкаста, чтобы посмотреть все видосы, которые упоминает наш гость. Приятного прослушивания. Параллельно с тем, как Анимэшн Клаб, Анимэшн Скул вместе с Лехтар Студио активно занимается выпуском 2D по Ведьмаку, у нас тут во время разговора отдельного на закрытом стриме, причем с нашим уважаемым Дмитрием Шрамко, преподавателем по сценаристике, у нас тут ворвался в чат человек с никнеймом, по-моему, Панк Дэдди. Я такой, типа, а вот, кстати, видели штуку, которую 3D-шники выпустили по Варкрафту? Я такой, типа, нет. Даже как-то ничего не ожидал. Я, честно говоря, думал, что, ну, очередной раз на Западе кто-то там балуется, какая-нибудь большая студия решила себе заявить. А нет! Наши отечественные ребята. Lonely Road, да, называется контора, Павел? Да, все верно. Это большое воодушевление, это удивительное совпадение того, что, как бы, одновременно и 2D-шникам приходит идея в голову, что, типа, о, давайте сделаем по иностранной франшизе что-нибудь прикольное. И тут же, как бы, 3D-шники, причем уже, как бы, самостоятельно, сами просто собрались на чистом энтузиазме, бабахнули по старому доброму легендарному Варкрафту, причем с таким хорошей, с хорошей подачей классического Варкрафта до того, как все начало резко меняться у Blizzard. Когда их акции начали падать, и люди стали задумываться, а не прекратить ли нам их вообще поддерживать. И тут выходят ребята и такие, вот таким должен быть Варкрафт, вот таким мы его знаем, вот таким мы его помним. Если вы еще не смотрели, дорогие друзья, эту замечательную работу, то рекомендую срочно с ней ознакомиться. Ссылки у нас все находятся в описании. Павел, или, правильнее сказать, ворчиф, как и все люди, видимо, в твоей команде. Просто вождь, если что. У меня свои, так называют, да. Вождь. Как хорошо, что я надел красное поло в таком случае. Хочется узнать все по порядку, от самого начала, там можно издалека, можно и сблизи, собственно говоря, и как собрались, и почему Варкрафт, почему 3D, почему так фантастически движется челюсть на Риге у Варбоса, хотел сказать, у здоровенного... Чернорука. Да, чернорука. Вообще, как вот это все случилось, как к этому все подошли, ну и о себе чуточку, все очень интересно. Если честно, я не по профилю, после школы не выпустился и не пошел сразу же в 3D. После школы я пошел учиться на монтажниках холодильных, холодильных опрессных машин и установок, закончил этот колледж, пошел в армию, после армии я начал, собственно, работать по специальности. И все то время, что я работал по специальности, аж до какого-то, 2017-го, кажется, года, меня не покидало чувство, что занимаюсь я ни тем, ни там. На самом деле, я очень много работ перепробовал, от раздачи листовок до, там, топ-менеджера, и в итоге вот в 2017-м году вышел на должность прораба, у меня была своя бригада. А потом как-то все резко перемкнуло, я скачал себе Premiere Pro и начал делать машинимы, ну так, для себя. Машинимы, знаете, что это такое? Как ни странно, да. Но наш молодой слушатель, возможно, даже не помнит те времена, когда машинима была еще топочкой. Ну, это, типа, снимаешь что-то из игры, какие-то фрагменты, как персонаж где-то там бежит, какие-то эмоции изображает и так далее. Потом все это дело монтируешь, делаешь звук и, ну, что-то такое очень простенькое. Машинимы было интересным движком, кстати говоря, если вспомнить, то они, ну, это вообще был интересный, конечно, подход к раскодированию и закодированию обратно файлов игры. Ну, по сути, то, что Garry's Mod сейчас является, да, это как бы наследие машинимы, хотя, блин, тоже неправильно так говорить. Ну, ладно. Итак, машинимы, Premiere Pro. Потом я понял, что нет, это все-таки не совсем то, что я хочу. Мне хочется давать зрителю, да и вообще создавать какой-то интересный визуально-киношный опыт, а для этого мне необходимо сделать так, чтобы мои персонажи двигались и выглядели так, как я хочу. Начал экспериментировать с 3D. Первым делом я зашел в Майл, понял, что там интерфейс сделан для людей из параллельной реальности. Мне очень все это дело не понравилось. В итоге как-то пробовал разные другие программы, залез в Unreal Engine, тогда еще четвертый, в итоге дошел до Blender, и все, и тут же вот прям с первых секунд я влюбился и в интерфейс, и в то, что он в целом интуитивно понятен мне, и мне захотелось сделать там вообще все. И я посмотрел несколько туториалов, вижу, что люди там делают абсолютно все, да, начиная там с обычного моделинга, на которым вообще по идее в основном-то и завязан Blender, и заканчиваю там анимацией и визуальными эффектами. Честно говоря, визуальные эффекты делать в Blender это нужно быть извращенцем, но все-таки это как бы функция там имеется. Мне очень нравилась всегда анимация. Собственно, я все как-то параллельно изучал и моделинг, и скульптинг, и текстурирование, и анимацию, потому что мне нравится абсолютно все, и я не могу на чем-то одном остановиться. Пытался какое-то время, но не смог, и на самом деле даже хорошо, потому что в нынешнее время очень ценятся люди, ну, вот, дженералисты, которые могут от А до Я все решить, потому что производство упрощается в связи с повышением уровня технологий, да. Вот, поэтому как бы вот любой Васи, как, ну, или в данном случае Паша, да, может сидеть просто у себя дома и что-то такое там собирать. Абсолютно спокойно. Правда, на том выгоревшем пепелище из моих нервов, я думаю, нельзя по идее построить ничего хорошего, но у меня вроде что-то получается. А сколько времени вообще из-за того заняло вот от прихода к премьеру и машине моих первых каких-то наработок до того момента, когда ты понял, что типа, блин, а я готов сделать самостоятельно полноценную карткометражку? Я начал экспериментировать с такими вещами еще года три назад. Брал модели из игры, из Warcraft, соответственно, да. Делал им риги, анимировал там какие-то сцены, создавал. В основном это было все в стол, но несколько трейлеров у меня все-таки лежит на моем канале, которые я, ну, не захотел скрывать, потому что они плюс-минус нормально сделаны. Ну, тем более, это моя личная история, история моего проекта, и как бы как-то пускай люди смотрят. Три года это Blender конкретно только, да? А перед этим все изучение и так далее. Сколько это примерно по времени заняло? С семнадцатого года 5-6 сколько лет? За семь лет быстро, ну, за шесть лет, получается. Вы же год, по-моему, карткометражку делали, так я где-то прочел. Да. За шесть лет дойти до того, чтобы делать уже самостоятельно, возглавить небольшую когорту людей, которая будет в данном случае, орков, которые будут делать полноценную короткометражку, это достойно. Это очень шустро. Это прям чувствуется горящее сердце. Ну, здоровья, конечно, тратится довольно много на этом деле. Поэтому... Главное – разминаться. Заставляю себя заниматься спортом, как бы в этом, с этом вроде как бы все более-менее нормально. Тьфу-тьфу-тьфу. Вот, а еще учитывая, что фанат Варкрафта, то есть какое-то время ты еще и в Варкрафте параллельно успевал сидеть, видимо. Да, я очень люблю эту вселенную. В целом, одно из моих самых любимых детских воспоминаний, это когда я первый раз столкнулся с этим Варкрафтом, когда друг скачал там себе Варкрафт, на пиратский сервер залез, я к нему пришел в гости. Я был еще совсем маленький, еще в школе. Этим, что ли, классе учился. И я захожу, светлый, солнечный день, лучи, солнце падают ему на монитор, и там он бегает за тууренов в Мулгоре, зеленая везде трава на этом мониторе. Я думаю, господи, скажи, пожалуйста, что это и как это можно... как в это можно поиграть. Потому что он был очень большим фанатом в детстве Варкрафта третьего стратегия. И вообще, в целом, вся эта вселенная как-то меня очень всегда вдохновляла. Поэтому первые свои шаги в становлении режиссером инновационного кино решил тоже сделать именно вот с этой вселенной. Справедливо лучше работать с тем, что нравится, и с тем, что любимое. Это, на самом деле, совет для всех, дорогие друзья. Вот у нас, типа, недавно выходили 2D-шные, 3D-шные шоурилы, обучающие студентов, которые у нас обучились там, типа, за 4 месяца. Ну, небольшие наработки. Вот они тоже берут любимых персонажей и с ними работают. А почему это работает, кстати говоря? Вот здесь важное уточнение и пояснение. Мы много говорим про насмотренность. Насмотренность — это супер важно для, вообще, в принципе, аниматора, мультипликатора, режиссера, продюсера, да кого угодно. Смотреть важно. И если вы насмотрены на какого-то персонажа, вам легче потом с ним работать, потому что вы интуитивно знаете, как он должен двигаться, как он должен себя проявить, какой у него характер, какие у него движения и так далее. И вам, соответственно, проще нарабатывать. Это то же самое, что художникам, ну, как бы, не зазорно, учась перерисовывать чужие работы. Потом, как бы, после того, как вы перерисуете какое-то количество чужих работ, вы уже, не глядя, начинаете рисовать те же самые, да, эскизы, те же самые чужие, там, портретники и так далее, уже самостоятельно, и таким образом развиваетесь. Вот здесь, как бы, тот же самый случай. Вот воочию пример того, как человек из вселенной, который нравится, приходит к самостоятельной работе и, ну, вопрос по поводу того, насколько вы готовы свою собственную вселенную вселенную разрабатывать, я потом тебе задам. О, кстати, слушай, а ты на Blender вообще блендеристом самим присылал короткометражку уже? Потому что я знаю, что Blender, вот, который, их отдел, который занимается созданием мультипликации конкретно, они же изначально не планировали быть мультипликаторами, не киношными, ну, в смысле, не планировали вообще это сильно развивать. Это только восемь лет назад. Они как-то начали потихонечку в это активно вкладываться. И сейчас они очень заинтересованы в том, что приходили люди, которые, вот, типа, наша работа, вот она сделана в Blender, вот держите, короче, вот публикуйте и распространяйте. Не приходил ты еще к ним? Вот это, кстати, отличная мысль, потому что я об этом как-то и не задумывался. Это действительно можно провернуть, потому что там их команда вот недавно выпускала третьи версии Blender, там, короткометражку. Очень классно сделано было. Я, кстати, тоже их материалы смотрел, когда работал над своим сериалом. Там какие-то детали интересные в Ригах, например, подсматривал. То есть, да, кстати, классная мысль, спасибо. Обязательно сделаю, да. Потому что вот Моховцы, например, Моха, которые 2D-перекладка, они, когда были выпущены трейлер «Зеленых камнеежек» уже полноценного сериала, такой постпилот, то есть как бы между пилотом и первым эпизодом, наши, собственно говоря, ребята, там типа Евгений Борщ, Антон Прошин, известные более в сети как Катаут, они, например, вот эти все материалы моховские отослали непосредственно в Моха, и Моху у себя на канале опубликовали с ссылкой на то, что делается. То есть как бы несмотря на что происходит сейчас в мире, это все для адекватных людей искусства пофигу, потому что какая разница, где развивается Орхи. Орхи, конечно, это, правда, отдельная тема для нас всех, но... Кстати, вот насчет этого есть интересная история. Вы же на двух языках причем выпустили, то есть это вообще работа колоссальная проделана. Да-да-да, там насчет второго языка, если честно, я его сделал в последний момент. Английский? Серьезно? Да, просто есть ребята в сообществе, которые создали ремастер второго Warcraft, они тоже такие типа, мы покажем Warcraft так, как надо, в отличие от разработчиков, которые сделали вот недавно ремастер третьего Warcraft, и в итоге, ну как бы не смогли, сообщество не оценили. Задаларан! Да-да-да, вот это вот все. И, собственно, ребята собрались, сделали ремастер второго Warcraft, а сейчас как бы они там выпустили уже часть компании, и вот как раз таки от них пришли ребята, которые записали мне английский язык. Возможно, кстати, я с ними посотрудничаю, сделаю им пару синематиков. Если честно, когда начал смотреть, да, на статистику, что лучше идет, русскоязычное или англоязычное, почему-то в англоязычном сегменте у меня вообще все очень тускло. Reddit, я помню, да, Reddit у меня, помню, был пост, аж там три с половиной тысячи лайков собрал, там, пятьсот, что ли, комментариев, как я сделал из стилизованного чернорук, который, ну, со стилем именно из игры, короткую анимацию, очень атмосферную. Он на английский blackhand или чернорук? Да, blackhand. Жалко. В баде черно-бог. Я не знаю почему, попробовал сначала просто, типа, скинуть ссылку на YouTube, где в превьюшке прям вот крупным планом показан этот чернорук, у него лицо довольно харизматично вышло, и как бы, ну, оно должно же привлечь внимание хоть какое-то. Я собрал там, что ли, 20 лайков или что-то в этом духе в сообществе, где на миллионную аудиторию выкладывают какие-то арты, и те собирают по тысяче, по три тысячи и так далее. И сделал потом еще небольшую нарезку для шортсов, где ты вот, ну, ты просто листаешь ленту, и тебе сразу же моментально включается вот этот шортс, и там первым кадром тоже чернорук, то есть, ну, вот, давил именно на этот образ своей рекламной кампании, и все равно собрал в районе 40 лайков, что ли, ну, как-то не очень, в общем. Я думал, что Хатанин лучше. Перепробовать непосредственно с Арчихой все это сделать, нет? Ты не попробовал? Ну, смотри, здесь как бы просто два есть подводных камня. Во-первых, мускулинные сообщества для девочек. Вот насчет этого. А во-вторых... Насчет девочек, да. Потому что, что может быть прекраснее Арчих. Вот, а во-вторых, матершина. В языке, и Ютуб очень специфически к этому относится. Вот он... Я не знаю, у него как-то в своем мире он существует, потому что в одном случае, типа, с матершиной все в порядке, и наоборот, как раз на этом могут строиться целые каналы на гросс-юморе, да, там, на плохом туалетном, там, низкосортном 18+, и так далее. А в другом случае, почему-то, ну, как бы, когда канал, типа, нормальный, 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 вдруг позволяет себе какой-то там щит-фак и там что-нибудь вот такое. И вот, кстати, спасибо большое, уважаемый подкаст-платформа, что вы меня не можете за эти слова заблочить. А тут же начинается просто лютое падение. Вот прям просто сразу в ноль, в мясо. И здесь, может быть, в этом проблема быть в том числе. Может быть, пока у тебя мало просмотров на английском языке, есть смысл перевыложить, и тем более, кстати говоря, таким образом Blender не сможет еще тебе выложить, перерепостить тебя. То есть перевести это все с тем, как она по-русски ругается, вполне себе прилично. Там, на самом деле, вот, господи, аж две сразу темы хочется затронуть. Начнем по порядочку. Первая женщина в англоязычном сообществе, да. У-у-у! Я не знаю, здесь же можно, да, высказывать абсолютно честно и прямо? Ну, ну, смотри, так, подожди. У нас недавно был конфликт... Я теперь тоже не знаю, можно так говорить или нет. У нас был недавно... Блин, нет, я не могу так сказать, ёлки-палки. Чё? Ну, будем как-то, ну, как-то обходить вокруг. Стой, стой, стой. Так, давай я скажу дисклеймер, да. Мы очень любим женщин. Мы очень любим женщин. Мы знаем прекрасно то, что в российском сегменте анимационное сообщество, игровое сообщество, всё держится на женщинах и только на женщинах. Уже глупо это отрицать. Большая часть крутых релизов, которые сделаны, сделаны женскими руками. И мне очень стыдно за, как бы, представителей сильного пола, потому что занимаются какие-то менторские позиции, там, продюсерские, режиссёрские, а имён всё меньше и меньше каких-то там вот реальных производителей. А вот женщин, которые реально, блин, хреначат, фигачат там и делают потрясающие работы, всё больше и больше становится. Мы, мужики, проигрываем, ребят, с вами. И спасибо большое нашим уважаемым женщинам за их усидчивость, творчество и режиссёрское мышление. Вот теперь можешь говорить всё, что хочешь. Короче, дело в том, что я, наоборот, не хочу высказывать негатив по поводу женщин. Я их обожаю. Они прекрасны. Я ненавижу то, что с ними творят в масс-медиа сейчас. Почему я начал вообще в целом именно с Дрэки, с вот этой женщиной-арчихи? Потому что, во-первых, в лоре для Варкрафта Дрэка была просто, ну, типа женщина главного героя и всё. У неё был там какой-то минимальный лор. Мы с командой его расширили в рамках лора, как бы, ну, не заступая за какие-то границы, да, и придумали сюжет, чтобы, ну, показать интересную историю. Плюс она отлично подойдёт под характеристику сильного женского персонажа. действительно сильного, который, ну, проходит через некоторые трудности и, исходя из полученного опыта, действует дальше логически, да. А не просто потому, что, типа, ну, я женщина, поэтому я сильный априори, а все мужики, типа, ну, грязь. Ну, то есть это глупо. Это не то, как я хочу видеть кино вообще в принципе. И поэтому это такой крик души, так сказать, да, человека, который, ну, хочет видеть в масс-медиа что-то действительно хорошо проработанное. Насчёт мата. Скажи. То есть ты всё свёл просто к тому, что было бы здорово, если бы сильная женщина была сильной, потому что, как бы, она, ну, по логике развития своего персонажа стала сильной. Не просто женщина эрго сильная, а, типа, женщина стала сильной, потому что... Как любой другой персонаж, да. Это логика развития того, как ты становишься сильным в жизни подруга. Да. Друг. Кто он? Я тебе не друг, приятель. Вот. Я тебе не приятель, кореш. Ха-ха-ха. Вот, ну, да, спасибо большое за это замечание. И, блин, ребят, давайте мы просто все точки над Йоро ставим, что, вообще-то, как бы, у нас с женщинами в истории игропрома, игропроизводства, мультипликации кино, кинематографа, литературы и так далее, у нас, как бы, всегда с этим всё адекватно было. У нас вообще, как бы, вот, сексизм и шовинизм. Ну, простите, пожалуйста, но у нас, я не знаю, у меня столько начальниц было и коллег, как бы, женщин, с которыми, ну, абсолютно ты нормально общаешься, у тебя нет никакой претензии к ним, и никогда... Извини, вклинюсь, большую часть страны вырастили женщины в одиночку. Да родили всех женщин, в конце концов, ничего себе. В конце концов, да. Вот. Просто я к тому, что это очень странно подцеплять какие-то тренды Запада, как вот, например, ну, вопрос с чернокожими, да, у нас никогда не было проблемы, типа, с представителями африканского континента, как бы, мы никогда никого не покупали в рабов, да, ну, то есть у нас, ну, что за бред? У нас, как бы, Александр Сергеевич Пушкин, представитель, да, династии арабчиков. То есть, ну, как бы, с этим у нас никогда не было проблем. Странно брать после этого, типа, на себя вину этих белых западных колониалистов. То же самое происходит, или там, которые придумали инквизицию, Кукускланы и так далее, вот все эти жуткие вещи. И тут с женщинами то же самое. Они, типа, их топят на протяжении веков, значит, не дают им права, и там, вот, никакого женского восхищения имя нет. Там, с средних веков их вот, типа, ты моя дама сердца, как бы это максимум, что могу тебе дать, потом я у тебя отниму права выбора и все, и, короче. А потом неожиданно начнут тебя восхвалять. Это так не работает, ребят. И поэтому странно подцеплять нам точно такие же мотивы, потому что, ну, как бы, у нас это человек. Человек есть полу-мужского, человек есть полу-женского. И, прошу прощения, если кто-то считает себя чем-то серединным. Ну, это точно такой же путь развития человека. У нас никогда с этим нет ограничений. Ограничения происходят только в момент, как бы, ну, собственно говоря, все, что касается детей. Все остальное... Простите, пожалуйста, но, как бы, мои любимые персонажи, все женские, которые прошли через... Блин, я даже как аватар Кора. Я, блин, безумно люблю эту историю аватара, потому что там девочка, которая из себя воспитала воителя, а потом еще прошла через огромный кризис личности и стала еще и мудрым воителем. Офигенный персонаж! Ну, это же очень классно! Классно! Просто взрывная вещонка, которая взяла и стала сильной. И поэтому спасибо тебе большое за образ хорошей и вдумчивой арчихи. Я, кстати, настолько не в курсе лора Варкрафта, что я вообще не помню, а что там с женскими персонажами-то сильными происходит? Они там вообще были изначально? В общем, это второй Варкрафт, и как будто там не было женщин вообще. Нет. Ну, в играх-то понятно, что репрезентация женщин, сейчас можно говорить, да, слово интересное, репрезентация, не была так активно задействована, да, в старых играх. Но в лоре они присутствуют. То есть разработчики, да, там какой-нибудь Крис Мэтсон, который отвечал за лор Варкрафта, какое-то время он и не отвечал, сейчас снова отвечает. Короче, тот мужик, который создал историю, который придумал Иллидана, Артаса, и вот все вот эти вот их интересные перипетии персонажные, он прописывал все эти моменты. То есть там арчихи, да, вот народ орков, как описывался, что арчихи, да, они скармливали младенцев своей собственной кровью вместе с молоком, то есть надрезались и соски, и все в этом духе. То есть там довольно брутальный лор. Женщины там, они даже, ну, типа, арчихи, да, они яростнее мужиков, просто как бы, ну, по факту того, что они более эмоциональные. То есть есть там всякие такие мелкие, тонкие моменты. И персонажей женщин там было много, но я, опять же, не хочу выставлять себя каким-то бурцуном за женскую независимость. Моя цель все-таки как бы показать крутую историю и дать этот самый киношный опыт настолько, насколько, ну, я смогу. По поводу интересных вот этих кукус-кланов и так далее, вот я, собственно, вот та самая история. Reddit, да, он, я не знаю почему, но это как русскоязычный и Пикабу, и Вконтакте, и так, это все как бы большая солянка. Вот ты сам понимаешь, что такое Reddit. О да! О да! И, короче, я использовал символику из фанатской книги по Варкрафту. Ну, то есть книга написана для фанатов, называется Хроники. То есть там весь вор написан красиво оформленных художниками и так далее и тому подобное. Я там подцепил один интересный символ. А авторство что? Автор... Это разработчики написали. А разработчики сделали. Я оттуда взял символ, который как-то похож на такой, типа, крест в круге. В общем, если зайти на мой Reddit и почитать интересные комментарии, которые разгорелись, да, и под постом с постером... А он еще и в армии служил! Они, да, они действительно как бы они увидели вот эту штуку, увидели красным цветом название Blood and Honor, да, вот это вот, и почему-то начали ловить ассоциации с нацизмом. То есть Blood and Honor это какая-то там организация неонацистская. Я, как бы, ну, вообще не был в курсе. Ну, а еще слоган, да, этот, который, типа, «Долг мой честью зовет», «Честь моя долгом зовется». Да, а я как... А я как бы, ну, вообще даже и не знал про это. То есть это... Они увидели эту штуку красный, так, значит, красный свет, символика какая-то непонятная, хотя это где-то символика от разработчиков была. Ну, не суть. Короче, и они сагрились на меня, и периодически в течение, там, года, пока я выкладывал какие-то работы свои, да, и там у меня был вот этот логотип, один, да все-таки сумасшедший какой-нибудь находился, который рассказывал мне про то, что, типа, нацистам быть плохо. Я говорю, блин, чувак, ты просто идешь в бан, вот и все, не знаю. Да, и после этого он думал, что его забанили за то, что он сказал, что нацистам быть. Конечно, наверняка, да. Просто, ну, цензура нацистская. Орки взбунтовались, ну. А насчет женщин, и это еще, как бы, в дополнение к этому про Reddit, ой, как они не любят, когда ты выкладываешь женщину на Reddit. То есть, с одной стороны, тебя хейтят за то, что ты недостаточно, как бы, ну, репрезентируешь женщину, да. С другой стороны, они тебя ненавидят за то, что ты выкладываешь женщин, которые выглядят, ну, типа, как женщины. Даже я постарался все формы, все вот, ну, какие-то образы соблюсти в персонаже Дреки, да, вот этого торчича. Кстати, да, вот это интересно. А ты вообще модуль строил по, ну, просто понятное дело, то, что женская мускулатура. Когда мы говорим про накачанных орков, да, про вот фэнтезийных именно там, даже если мы говорим, если мы возьмем Warhammer, да, и возьмем Astartes, оттуда мы можем выдумывать какие угодно формы, потому что это огромные, страшные, комичные мужики. Ну, как бы, с женским телом накачанным, да, спортивным. Ты брал какой-то референс вообще изначально, может быть? Вот мы просто, мы тут параллельно разрабатываем просто одну работу, и у нас как раз один из персонажей это, типа, мега-боевая девушка. Она, там, тёплая, нежная, ласковая, не помнит своего прошлого, но, типа, у неё на самом деле оно мега-спортивное, и мы как раз промотали огромное количество мамашных бойцов, девушек, чтобы посмотреть, как работает мускулатура. У тебя как? То же самое. Ну, то есть, я буквально углубился в изучение вот женской анатомии. Да прямо говори, господи. Алина Ковалева из Metal Family, привет, всё время смотрю на твой прогресс в спортзале, ты очень крутая, молодец. Так. Короче, да, я действительно тоже смотрел девушек боксёрш или боксёров, как правильно говорить, я не знаю. У тебя не было идеи, кстати, выложить прям большой пост про то, что, типа, вот Дрека, вот референс я отсюда, там, типа, пресс я взял у этой, там, мускулатуру у этой, там, типа, её движение, вот там, я здесь на ММА посмотрел и так далее. А я думал, что... Реддит будут говорить после этого. Я думал, что был уже пост, как и создавал Дрека, потому что вариаций было куча. Я, наверное, раз десять переделал вообще этот пилотный эпизод. То есть, ну, я работаю три месяца над ним, упорно, не сплюгленно ночами, потом такой, в итоге всю эту картину вижу, говорю, нет, всё херня. И начинаю заново. И вот так вот, как бы, ну, на протяжении года. То есть, нужно было подстроить какую-то техническую базу, и собралось очень много различных, то есть, скринов того, как выглядело, да, Дрека изначально, и к чему она в итоге пришла. Я к тому, что, типа, вот этот пример с... Столарплейт? Да, 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 да. Когда на них все наехали за то, что, типа, вот у вас неправильная репрезентация женщины, они такие, типа, вот женщина, с которой мы брали референс, вот он. Нет. Вы не можете критиковать за то, что это неправильная женщина, она вот такая, вот она. Вот я к тому, что, типа, просто показать, что вот она, вот орк, как бы она сильная, она накачанная, раскачанная и так далее, поэтому вот эти референсы были во главе. То есть, это реально собранный, как бы, образ. Ну, в смысле, это реально вот женщина-боец, она должна выглядеть вот так, а не с этими, когда ты точно не можешь сделать сальто без хрустнувших коленей. Вот. Я знаю, что есть такие примеры прекрасные, я все прекрасно понимаю, но когда мы говорим о выживании в лесах в экстремальных условиях ношения огромного количества веса, там, топоров, там, постоянное прыгание по лесам, постоянная акробатика и так далее, то мы подразумеваем, что, скорее всего, туловище проходит через очень кардинальные изменения и, представляете, как раз становится, не столько даже, окей, мы можем отменить спортивный кач, да, понятное дело, что тело у спортивного человека и тело у человека, который выживанием занимается, оно немножко разное, да, то есть, там, если мы возьмем бурлаков на Волге, которые там все время баржи тягают, понятное дело, что это супертяжелый физический труд, у них будет тело мускулистое и сильное, но не такое мускулистое и сильное, как у человека, который все время в зале сидит, там, и правильно тягает веса с правильным подходом, там, и правильно располагает свою туловище, немножко разные тела, окей, но все равно, понятное дело, что это будет все еще сильное, спортивное, мощное тело. Так, продолжай. Reddit. Да, Reddit. Ну, собственно, как бы, что бы я там не выложил, если там будет женщина, и если она будет показана так, как мне хочется, а мне хочется показывать ее так, как в артах какого-нибудь Вальехо, Алексе Хорли, то есть, это те художники старой, типа, школы, которые рисовали фэнтезийные арты с голыми накачанными телами, кровищей, кишками, и все такое, типа, металл, рок, и бронелифчики. Да, и бронелифчики. То есть, я захотел найти что-то, ну, что-то 50 на 50 между одним и вторым, чтобы выглядело, как-то вот отдавал этим вайбам, да, к старой вот этой школе, но при этом, при всем, дизайн был более продуманный. Попытался что-то, ну, изобразить, я не знаю, как бы, на ваш суд изобразил. Да, нет, в российском сообществе, я так понимаю, всем все понравилось как раз. 95, что ли, процентов только, ну, типа, за, ставят большой палец вверх. Да и в англоязычном, на самом деле, тоже из того, кто видел. Просто как будто там есть парочку странных личностей, которые, там, докопались до меня. Ну, так. Это реально, это пшик. Это просто как статистическая погрешность. Я вижу, что реально людям заходит. Оно хорошо. Ну, а аудиторию набрать, я не понимаю, как. Ну, шанс, на самом деле, получить сейчас активную поддержку у русскоязычного сообщества. И далее, там, Китай, вообще Азия, в принципе, там, Восточная Европа, Южная Америка. То, что я смотрю, да. Гораздо проще. А если ты еще, как бы, сделаешь красивых пандырянок, то будет вообще топача. Только взлет, только вперед. Бой красивой пандырянки против красивой арчихи, ну, это то, ради чего стоит вообще заходить в интернет, друзья. Прошу прощения. На самом деле, Чернорук меня впечатлил больше всего в плане того, как ты Рик делал. Потому что его челюсть — это прям отдельный разговор, это какая-то песня. То, как она двигается, то, насколько она подвижна, и сколько туда вложил, я не знаю, каких костей и подвижных частей, оно меня интригует. Я сделал Рик для своих персонажей. То есть, собственно, почему год, да, создавался сериал? Потому что, помимо того, что необходимо было найти стиль определенный, в котором потом пойдет абсолютно все дальше, да, и будет только улучшаться в техническом плане, надо было, собственно, техническую базу подстроить. То есть, чтобы не делать там по полгода персонажей, по крайней мере, Риги к ним. Я сделал два базовых Рига для орка-женщины и орка-мужчины. И сразу же дал им все необходимые вот эти вот ресурсы для нормальной анимации. То есть, там, ShapeKey вместе с драйверами и констрейнами костей. И вот эти Риги, они включают в себя как бы рма, и, кажется, это называется ревера... Нет. Ну, в общем, те штуки, которые изменяют скульпт лица. В общем, в блендере это называется ShapeKey. Вот при помощи этих ShapeKey, да, есть различные положения лицевых каких-то мышц. Вот. И при помощи контролок специальных они там типа двигаются, выдают какие-то определенные там эмоции и так далее. И, в общем, я очень долго парился над этими Ригами. Где-то в районе двух месяцев точно у меня ушло только на один Риг, чтобы нормально его сделать прямо вот от А до Я, чтобы потом на конвейер это все дело поставить. Если честно, когда я сделал тестовую анимацию Чернорукая, которую ты, возможно, как раз таки и видел, когда я в Панк Дэзи скидывал, там короткая типа анимация, где взят фрагмент из фильма Warcraft 2015 года, я как бы на основе этой сцены сделал анимацию. И, если честно, я сам удивился, как оно получилось в итоге. Потому что ты зачастую сидишь много-много часов, дней, недель и даже не понимаешь уже, ты уже даже не знаешь, как оно там выйдет в итоге. А потом смотришь в конце, там шейдинг, свет, и вроде как даже неплохо. Не, оно вообще выглядит все отлично, просто суперски выглядит. И для человека-самоучки это очень круто все сделано. А кто вообще в команде здесь находится? Спасибо. Насчет моей команды, у меня есть два моделера. Миша и Аня. Они... Миша мой давний фанат, просто как-то раз залетел в дискорд, и в итоге как-то уже много лет мы с ним дружим общаемся. Он мне вот помогает, растет тоже как моделер. Вообще он продает недвижимость. Но по вечерам он моделит. И у него очень хорошо получается анатомия. Вот он мне, кстати, очень много помогал, когда я разрабатывал Дрэку. И Аня, которая пришла к нам где-то в районе года назад как раз таки, и уже даже успела со мной денег заработать. То есть она вообще в разработке там где-то, но очень хотела в 3D. И я начал ей давать постепенно задачи какие-то. Сначала посильнее ей, как для новичка. Потом чуть посложнее. Мы вместе их дотягивали. И, собственно, всю команду я так стараюсь... Я же изучаю, типа, абсолютно все от Адаяя. И ребята, которые ко мне приходят, они начинают как новички, и в итоге становятся все лучше и лучше, как спецы. Просто потому, что мы вместе с ними сидим. Зачастую, да, по вечерам мы думаем над тем, как что можно улучшить, как что сделать и так далее. И я расту, и они растут. Вот. Есть, значит, два моделя, да. Есть Игорь. Он у меня по звуку. Написал, собственно, музыку под этот пилот. И хочет, как бы, ну, вообще в целом научиться создавать него классические композиции. Ему это интересно. Мы работали в FL-ке. Вот. Сразу воспользуясь случаем и скажу, Игорь, извини, пожалуйста, меня за то, сколько пришлось право к тебе вытерпеть. Но зато, как бы, результат ему самому даже понравился. Так что, ну, это самое главное. Есть еще два художника, 2D-шных, которые концепты рисуют. Вот. Они относительно недавно появились, периодически как бы пропадают, но все равно вместе с ними работаем. И вот на второй серии они как раз таки будут уже активно работать, создавать концепты существ, зданий и так далее, которые будут уже находиться в сцене. Вот. И есть Максим. Максим – это второй сценарист, который следит за бэком, дает мне по башке, если я выхожу за рамки лора. Потому что для сообщества очень важно, чтобы соблюдался канон. Собственно, позиционируется проект как раз таки как исключительно каноничный старый Варкрафт. Вот. И поэтому как бы он мне помогает со сценарием. То есть какие-то диалоги, да, ситуации и так далее – это все как бы с меня. А вот бэк, да, описывать как, что, где там, какого цвета там были бронелифчики вот в тот исторический период и так далее – это все как бы на нем лежит. Есть еще Доминика. Живет в Беларуси. Любит очень писать книги. У нее есть свой проект. Недавно выпустила песню собственного сочинения, которую она сама испела с аранжировкой, которую сделали там ребята из ее команды уже. Она как раз таки записывала голос Дреки. Вот она, то есть, как такой человек, который уже недавно у нас тоже там сидит в команде, но параллельно тоже занимается еще чем-то своим. Мне кажется, я никого больше не забыл. Ну и вот такая небольшая команда Lonely Road. Ну да. Не такой уж Lonely получается, к счастью. Ну он все растет и растет, да. Ты что-то говорил по поводу матершины? По поводу того, как они реагируют? Да, реагируют довольно жарко. То есть не потому что матершина, а потому что не каноничная матершина. То есть типа орки не говорили бы матом так. Вот особенно англоязычное сообщество меня за это пропылесосило. Вот, но в следующий раз я подстроил этот мат. То есть, например, есть какие-то выражения, которые там орки могут говорить, когда у них случается какая-то сложная ситуация, да. Например, мы придумали Грон подери. То есть у них есть существа Гроны, они здоровые, они сильные и тупые. И у них это что-то вроде... Ну то есть... Короче говоря, рука должна быть подстроена под лор. Да, да. Что-то типа там, да. То есть претензия только в этом была. По поводу мата. Ну, хороший инструмент, кстати, интересный. Так ты глобально, я согласен, действительно. Это то же самое, что услышать там в каком-нибудь, я не знаю, Heroes of Might and Magic, типа восклицание Оу, Jesus, там, вот что-то в этом роде. Оно как-то начинает туда не клеиться почему-то. Я понимаю, да. Это справедливая претензия, поэтому как бы в этот момент улучшен. Какие вообще дальше-то планы у команды? У тебя какие видны команды? И в плане своего творчества собственного, что после этого, какой у тебя следующий шаг видится? И в плане того, что типа, а как студия должна вообще выживать? Это чисто энтузиазм или это все-таки мы говорим по поводу какой-то коммерческой составляющей? Если честно, я начал это просто на энтузиазме. Мне хочется создать свою студию. Но мне не хочется... На самом деле очень глобальная тема, очень сложная. То есть тут так сразу двух слов ты не ответишь. Уже мы брали проекты в этом году. Создали Cinematic. Там по деньгам вышло неплохо. То есть ребятам какую-то стандартную зарплату заплатил за этот Cinematic. Даже чуть побольше, чем стандартно. И мне очень понравился этот опыт. Хочется продолжать. Но я понимаю, что если мы говорим о какой-то коммерции, то это всегда проекты, такие как буферные, вялотекущие, которые просто нужны, например, какие-то в нашем СНГ любимом, это обязательно мобилки, какие-нибудь рекламки для мобилок и так далее. То есть если мы говорим о какой-то анимации и motion-дизайне. Не обязательно так-то шире, в общем-то, спектр применения. Но примерно о чем ты говоришь. Да, я понимаю, опасения. Чтобы поток был задачи, нужно именно конкретно этим заниматься. Я не хочу этим заниматься. То есть именно в своей проектной деятельности. Я этим занимаюсь по работе, чтобы денежку зарабатывать. А именно студия. Я хочу, чтобы я снимал, создавал анимационное кино. А не занимался вот этой вот всей штукой, которой занимаюсь вне своего проекта. Это как-то такая отдушина. Где я могу быть царем своего творчества. А не сидеть и, господи, да простят меня все менеджеры, которые со мной работают. Но заниматься пиксель-дрочингом я очень люблю. Когда в каждый какой-то вот именно реально пиксель залезают просто вот с ноги и рассказывают мне, что вот здесь не так, это не то. Блин, творчество — это штука субъективная. Я понимаю, что вы менеджеры, вы очень умные, вы ведете бизнес, у вас там есть метрики, вы ориентируетесь на них. Но это все равно субъективно в конце дня, так или иначе. Человек просто увидит что-то красивое и либо заметит, либо не заметит. Все, больше нет ничего. Но они какие-то там формулы пытаются вычислить. Я понимаю, что есть наверняка какие-то работающие штуки. Я в этом деле некомпетентный. Но просто мне кажется, я вот как бы смотрю в интернете всякие вещи, я вижу реакцию людей, как они эту реакцию показывают и на что. Делаю какие-то свои выводы. И мне кажется, что тебе просто нужно сделать что-то красивое, и это будет достаточно. А не заниматься передвиганием туалетов. То есть, когда ты двигаешь чуть-чуть влево, потом чуть-чуть вправо. Ой, извините, здесь немного больше света. Ой, здесь чуть поменьше надо света. Короче, вот этой вот всей штукой я с улыбкой дреца занимаюсь вне студии своей. Но моя студия, она должна быть тем местом, где я этим заниматься не буду. Здесь как бы два лекарства просто есть. Первое – это как бы платные правки. И очень быстро, на самом деле, все менеджеры слухают. А, то есть тебе еще за каждую правку платят еще отдельно? Нет, я же тебе говорю как бы про людей с деньгами, которые говорят, что не проблема, вот тебе денег исправляй. То есть у них даже нет этого вопроса. Неплохого гонорара даже среднего по рынку. Тогда ясно. Хорошо, тогда второе – это как раз надежда на собственное творчество, то, что со временем бесы просто перетянут. То есть у тебя будет достаточный авторитет в результате просто опыта и успешных проектов, после которых тебя уже никто ничего спрашивать не будет. Ну, как бы… Если он поставил туалет туда, значит, это гениально поставлено. Это фантаста совершенно. Смотри, тут есть как бы еще вот… Мне пять лет назад родилась идея своей собственной вселенной со своим собственным прописанным лором, да. Я уже сделал попытки в своих первых шагах, да, понял, что я абсолютно вообще ничего не понимаю, как нормально строить сюжет, как в техническом плане это все дело реализовывать, и подумал, что окей, я сейчас это отвожу, каждый божий день мне снится то, как я наконец приступлю к этому проекту, но все-таки уже пять лет планомерно иду к тому, чтобы стать крутым спецом, который сможет этот проект осилить. Нет каких-то вот этих вот идеальных, эфемерных, невероятных вершин, до которых я, ну, физически, типа, не смогу никогда добраться. У меня есть конкретный как бы, ну, пул навыков, которые мне необходимо освоить, и вот только после этого освоения вот этих вот навыков я смогу приступить действительно к своему вот этому опус-магнуму, который я в старости буду пересматривать со слезами на глазах. И мне бы очень хотелось, чтобы вот эта вот вся работа, она шла как раз-таки в кинотеатральный какой-нибудь релиз, например, чтобы сидеть в кино и прям смотреть это все дело. Это прям голубая мечта, цель, ради которой я, в целом, всем этим занимаюсь. И этот проект сейчас с Варкрафтом — это как, ну, по сути, полигон для того, чтобы попробовать все абсолютно. Поэтому он не так быстро выходит, потому что хочется освоить технологии, и помимо технологий, да, ты же должен еще уметь организовывать свою работу, да, то есть ты должен каждый день, опять же, планомерно, да, приступать к определенному количеству задач. Если тебе что-то не получается, ты должен отбрасывать какие-то негативные мысли, ты должен идти дальше все равно. И зачастую это просто, ну, просто какая-то бытовуха. То есть ты сидишь и что-то пилишь. Как, я не помню, как, к сожалению, зовут гостя подкаста, вот недавно был, который вот говорил про позу креветки. Ты сидишь в позе креветки, да, вот это вот много месяцев, а потом что-то там у тебя получается. Самое скучное — это смотреть за то, как аниматор что-то там делает в стримах. Вот это его тейк-то интересный такой был. Вот, короче, да, действительно, ты сидишь в позе креветки, и ты должен просто не сойти с ума. Потому что реально в полной тишине в своем рабочем месте, как день сурка, да, каждый день делаешь что-то. Вот что-то ты что-то должен сделать просто, и все. Вот ты не можешь в этот момент применять какую-то творческую вот эту вот свою жилку, да, вот это вот воображение включать. Ты должен тупо сделать технически, да, что-то. И на этом все заканчивается. Это когда ты пытаешься поднять такой проект, это большая часть дня. А что, на твой взгляд сейчас, на данный момент, такие у тебя стоят именно в плане обучения и образования? Какой горизонт? Куда идти, что в себе развивать? Во-первых, анимация. То есть мне хочется действительно вырасти в этом плане как той специалист. Я посмотрел «Аркейн» в прошлом году, и у меня это настолько сильно, столько эмоций вызвала анимация, которая там была сделана. Господи, она просто потрясающая. И это как бы все keyframe. То есть это люди сидели и при помощи каких-то референсов, да, но все-таки выставляли позы, делали там полишинг этой анимации, и в итоге получилось то, что получилось. Мне это до глубины души поразило. Я хочу так же. И второе, самое глобальное, да, помимо анимации, это сценарное искусство. То есть как прописывать хорошую историю. Это очень важно для меня, да, и, собственно, на это я и буду делать в ближайшее время акцент. Угу, угу. Но пока что все равно, ну, как бы основной полигон будет «Варкрафт». Правильно? «Варкрафт» и, соответственно, заказы, которые выполняются для того, чтобы просто хлебушек был. Да, да, пока что так. Как у тебя вообще с заказами, как ты вошел на этот рынок? Потому что ты полностью самомучка, у тебя не было, видимо, какого-то менторства, да? Ты просто как бы самостоятельно взял и ворвался в эти замечательные отношения между менеджерами и творцом. Как у тебя произошел этот вход? И я так понимаю, что это сейчас твой основной заработок, это твоя основная деятельность, да? Ну, да. Ну, это круто, это прям очень круто. И поделись, пожалуйста, расскажи ребятам, как, как, как ты так легко вот взял да вошел? Ну, вообще не очень легко, если честно. После того, как я уволился с позиции прораба, денежек как бы стало сразу же меньше намного. Но прежде, чем это сделать, я накопил какой-то пол денег. А прораб строительный или вот то, что говорил, холодильный ремонтный? Строительный. То есть теоретически можно было использовать блендер поначалу для строительных задач. Каким-то макаром. А чё не My Autodesk? А чё не Autodesk? Как это там называется? Автокад. Автокад, кажется, называется. Это жуткая вещь. Меня даже просили сделать фаны концертные на одно мероприятие. И мне присылают автокадовский файл. И я такой, нахрена у меня есть, что я должен с него понять? Мне просто скажите размер экрана, что я должен? Он говорит, ну ты посчитай там по размерам, сколько там шаг, короче, до экрана должен быть. И вот какое соотношение экрана. Я такой, чего? Почему я это должен делать? У меня не такой гонорар вообще ни разу за это. Мне всё же на всё нужно вам деревицы красивые сделать на стену. Что за хрень, что я сейчас должен считать и сидеть? Первые полгода, естественно, как бы не было никакой работы вообще. Я просто сидел и изучал вообще 3D. Как с этим всем делом работать, с чего там начать, где подступиться. Яндекс.Поиск и YouTube мне в этом помог. В течение этого времени я жил на свои накопления и делал какие-то мелкие шабашки по строительству. Иногда, чтобы просто с головами помереть. Сидел в своих дырявых штанах со старым компом и что-то там пытался пилить. В итоге через полгода нашёлся какой-то безумец абсолютный, который такой, ну возьму тебя на зарплату в 20 тысяч. Я такой, 20 тысяч зарплата? Боже, это же так круто! В общем, начал я ему делать всякие рекламные штуки. И если честно, то, что я делал тогда, оно не стоило 20 тысяч в месяц. Но всё-таки это была первая работа. Потом как-то вот я познакомился с парочкой продюсеров по ходу дела, и они как-то начали мне подкидывать заказы. Потом я нашёл свою первую студию, студия Infinite, которая занимается там разработкой своей игры. Они делают какие-то мелкие тоже всякие задачи по рекламке. У них раньше был штат, сейчас у них просто типа набирают фрилансеров, самозанятых, да, и пешников. По таким мелким студиям начал скакать и в итоге как бы дошёл до того, что есть сейчас. А сейчас у меня, я ещё сотрудничаю с двумя студиями, как раз таки я связался со своими старыми Infinite, да, потому что, почему бы и нет, какие-то мелкие заказы у них тоже перехватывать это хорошо. Есть студия Skyway Lab, и если честно, там работает менеджер Илья, который, ну, является, наверное, самым потрясающим менеджером, который он когда-либо видел. Ну, то есть, вот это вот то, как должен вести себя менеджер в работе, вот с него можно брать пример. Это приятно. И... Надеюсь, у тебя сейчас сердце обливается мёдом. А я обязательно ему скину этот фрагмент в видео. Я его вырежу. Ладно, так, да, хорошо, продолжай. Вот, и третье, то, к чему я очень долго стремился. Ребята, в общем, из сообщества Warcraft, которые делают для Blizzard различные там синематики к выходу дополнений. Так. Я сотрудничаю с этой студией сейчас. Ништя. Со студией. Они расположены в Праге, и они делают аутсорс для Blizzard. Вот сейчас, например, есть пара проектов. Погоди, погоди. Эти, что ли, как их? Nice, студия. Студия Nice, если что она называется. Они, кстати, вообще как к российской аудитории нормально предрасположены? Честно, я думал, что, ну, типа, Чехия и там будут какие-то там вот эти вот все непонятки. Да, да, да. Не знаю. Ну, всё совершенно спокойно. Я вообще должен был делать анимацию для вот ролика, который вышел недавно. Но я, к сожалению, два месяца ждал, пока они там разродятся. Это всё из-за Blizzard, потому что у Blizzard там очень... Долгое согласование, конечно. Да, да. Ну, их бюрократия – это просто жесть. Ну, как и Nintendo. Ты можешь всё, что угодно фанатское делать на здоровье, но если ты официально на Nintendo работаешь, всё, у тебя там просто... Тебя каждую нитку проверят. Если бы у Blizzard была возможность залезть мне поглуже, они бы залезли. Но когда я проходил просто... Между Blizzard и русским чуваком стоит Чехия, да? Да. Так. Я прошёл просто огромный брифинг по безопасности информационной. Ну, я, наверное, что у тебя нет NDAV, где ты не можешь говорить по поводу того, что ты на них работаешь как таково. Нет, такого нет. Нет проблем. Я просто... Всё к тому, что, типа, насколько ты близко, в принципе, общаешься с командой NICE, ну, то есть, насколько там кто-то из старших менеджеров, старших продюсеров даёт тебе задачу и так далее. Просто было бы интересно Чехов пригласить на слёт аниматоров, которые в конце августа проходят, чтобы они какую-то лекцию прочитали, ну, и вообще как бы улучшать вот это вот иностранное сотрудничество. Потому что у нас американцы прилетают, у нас там Япония задействована, естественно, что там страны СНГ, Латинская Америка, а вот как бы средняя Европа, да, у нас совсем очень плохо представлена. Кстати, насчёт слёта аниматоров я вот недавно о нём узнал. И, если честно, я бы хотел съездить в Москву. У меня есть традиция ездить в Москву раз хотя бы в год. Вот, собственно, наверное, в августе-то и прилечу как раз. В этом есть смысл. Тогда сходим с тобой в один замечательный пивняк, посвящённый Warcraft обязательно. Ну, да. Знаю я, кстати, про него. Мне вроде говорили, что он не очень, но я всё равно о чем побывать. Не очень? Отстой. Я тебя потом свожу в нормальное место, где настоящий трушный фанат Warcraft сидит. Итак, значит, ты теперь счастливый человек, который работает через Чехию с близами. То есть у тебя вот в этом плане всё замечательно. И стоит реально... Сколько у тебя заняло это время прихода к нормальным гонорарам, нормальному жизнеобеспечению благодаря искусству? Три года вот и того? Или всё-таки поменьше побыстрее это случилось? Два года назад, наверное. Два года назад? То есть уже два года? Два года назад я просто, да, я там со своими вот этими всеми знаниями, наверное, его потом накопленными к тому времени залетел в одну студию из Эмиратов. Ну, вообще, как бы у них там... Ну, да. И мне там начали платить нормальные деньги. Я понял, что, ага, значит, труд может стоить вот столько. И дальше уже стал себя позиционировать как-то, ну, серьёзней в этом плане. Кстати говоря, какой адекватный ценник, как ты считаешь вообще? Ну, вот... Давай так. Вот сейчас смотрят ребята, которые интересуются блендером. Они сейчас уже могут. А там прям вот у них уже нормально всё. Они смотрят на твою работу и такие, типа, блин, ну, как бы, если там у меня ещё трёх человек, тогда я смогу примерно то же самое сделать за, там, полгодика. Ну, хотя ладно, нет, давай чуть-чуть послабее, пускай будут ребята, предположим. Дай рекомендацию. Какой ценник себе ставить? На что соглашаться, на что не соглашаться? Где должна там нижняя быть ценовая планка, ниже которой лучше не спускаться, чтобы не демпингануть случайно? Потому что демпинг убивает рынок. И какая вот планка, за которую, ребята, нет смысла вообще даже пытаться бороться за неё, если вы не эксперт уже хороший? Ну, хороший специалист, хороший, не крутой, а вот прям, ну, такой хороший, да. Но если он опускает ниже 120 тысяч в месяц, то это уже, ну, можно считать демпинг. Потому что, ну, мне кажется, что это нижняя планка, вот именно ты женералист или аниматор. Если женералист и аниматор, то это, ну, это минимум какой-то прям. Я обычно высчитываю свою работу, исходя из почасовой ставки. То есть я прикидываю, сколько по-честному я бы вот потратил на тот или иной труд и накидываю, может, ещё пару процентов сверху, исходя из ценника, который выходит при пятидневке, да, 8 часов в день, и чтобы зарплата была там 250 тысяч. Исходя из этого ценника, я уже там выстраиваю свою работу дальше. Я сотрудничаю с людьми, у которых у меня там и 13 баксов в час, есть, которые 17 баксов в час. То есть создать, например, такой синематик, как, ну, вот, что-то вроде похожее, да, что сделал я, но это не 17 баксов в час, это намного больше, учитывая тот спектр задач, который я покрыл, ну, своими собственными руками, да. Но если ты там, например, аниматор плюс-минус, да, то есть, ну, не ниже 120 тысяч в месяц, мне кажется. Опять же, это СНГшные ценники, потому что, например, СНГшные ценники за рубежом, ну, это как бы, это как смехотворно для них. Не, ну, естественно, одно дело, когда ты там сидишь с ценами Казахстана, другое дело, когда у тебя цены Беларуси, другое дело, когда у тебя цены там в Нижнесоликамске, да, и когда у тебя цены там Новгорода или Москвы, тем более, да. То есть ценник все время будет разный, все будут по-разному удовлетворены. И здесь, к сожалению, наверное, не скоро мы придем к какому-то... Экономика мира — это вообще очень сложная вещь. И некоторые кабанчики пытаются поднять цены там, где не надо поднимать, когда ты приезжаешь в какое-то место, где зарплата сильно меньше, чем московский, но при этом ценник точно такой же, как в Москве, и ты охреневаешь. Ты понимаешь, как люди вообще здесь, что они делают-то? По две работы, по три работы, сколько они имеют? Ну, удивительно, что они такие все ходят сердитые, хмурые, и они улыбаются. Потому что, если бы я работал на трех работах, я, наверное, тоже... Ну, я поэтому такой хмурый, да. Можешь какую-то дать общую рекомендацию по поводу того, на твой взгляд, что сейчас в технологическом обозримом будущем будет наиболее востребовано? Помимо блендера, что стоит изучить? Что бы тебе хотелось для себя еще дополнительно? По поводу сценаристики, да, но это какое-то общее, да, и по поводу развития анимации. Может быть, какая-то еще софтина, может быть, какие-то технологические решения, может быть, там, не знаю, универсетевые какие-то дополнительные модули. Тот же самый этот Кскадер, например, который прекрасно привязывается к блендеру. В общем, какие твои взгляды на то, куда идет прогресс сейчас и что есть смысл изучать? Я недавно смотрел парочку интересных видео зарубежных ютуберов, которые обсуждали вообще в целом всю нашу индустрию. Они там выводили какие-то свои логические выводы из того, что происходит с нейросетями сейчас. И мне в целом импонирует их позиция о том, что нейросети, они нас не заменят, они дадут нам просто буст и переформируют эту всех нас как специалистов во что-то третье. То есть в целом даже сейчас какой-нибудь Premiere Pro, который может при помощи нейросети заменить или подложить что-то в кадр, да, это же здорово. То есть ты не будешь сидеть и часами просто выполнять какой-то тупой труд, который за тебя может сделать нейросеть. Нейросеть, по сути, это такой, да простят меня все в этом мире, это вот просто раб, да, который выполняет за тебя грязную работу. Они в любом случае будут развиваться, в любом случае, вне зависимости от твоего желания, они будут расти, они будут внедряться. И люди, которые будут, которые зарабатывают деньги, они будут заменять специалистов этими нейросетями. Но качество так или иначе всегда будет превалировать, и оно будет стоить денег. И поэтому ты как специалист должен не запариваться насчет какого-то конкретного софта, да, потому что, мне кажется, тебе необходимо просто уметь обучаться быстро. В идеале, конечно, быстрее, чем нейросеть, но это вряд ли возможно. Это сложно, да, но как бы ты должен просто уметь быть гибким. Наша вообще в целом деятельность, это не сел и 150 лет сидишь, делаешь одно и то же. Это всегда какое-то движение, это бывает очень скрипуче, очень тяжело. Если честно, зачастую ловишь какую-то даже, не знаю, депрессию из-за этого, но это просто факт. Ты либо занимаешься чем-то в физическом мире, да, то есть чем-то полезным для человечества, например, разрабатываешь какие-то научно крутые штуки, да, либо лечишь людей, да, например. Либо ты как бы, ну, работаешь в сфере развлечений, по сути, да, в сфере отдыха. Не завышаешь какую-то там свою планку, там, не говоришь себе, что ты там очень важен для этого мира, как ты сейчас любишь делать актеры в Голливуде, которые, ну, культ этих актеров, это, ну, это просто ужас, что в целом человечество, как бы, сделал этих идолов себе, быть, ну, просто как бы принимать тот факт, что так или иначе тебя легко заменить, если ты легко заменяем. Сделай так, чтобы тебя было нелегко заменить. А нелегко заменить того, кто умеет быстро обучаться и сразу въезжает в тему, исходя из своего немногочисленного, на самом деле, на самом деле опыта, но все-таки опыта сотрудничества с различными студиями, вот прям уже когда ты вот в полях видишь, как это там все происходит изнутри. Во-первых, студии, да, они не любят некоммуникабельных людей. То есть, если ты там начинаешь вот эту, да, софт-скил эти замечательные, ты должен обязательно прокачивать, потому что, ну, если ты гнешь пальцы, то какой бы там специалист ни был, от тебя избавится. Предпочтение отдадут тому, об этом, ну, все говорят, я тоже об этом скажу, предпочтение отдадут тому, кто умеет общаться и пытается, как бы, ну, проявлять инициативу въехать, а не сидит такой, типа, развалившись, типа, я царь по дворцам. Подожди, ну, здесь есть разница между удобным человеком и эндзиастом. Да, я тебе говорю про то, что просто есть очень непробиваемые прям кирпичные люди, которые они делают, ну, хорошо, но с ними невозможно сотрудничать, потому что, ну, сиди тогда один, делай что-то там для себя. Зачем ты пришел к людям и пытаешься, ну, работать в команде, но не пытаешься работать в команде? То есть это какой-то парадокс. Я про это говорю. А про то, что быть удобным, ну, то тебя заменят, если ты исключительно удобный. Тут, опять же, какую-то золотую середину необходимо искать. Исключительно удобный, красивое словосочетание. Исключительно удобный человек. То есть такой вообще прям просто мультитул. Ну, такой есть, да. То есть твоя рекомендация – это быть как бы быстро встраиваемым гемым, быстро схватывающим, ну, то есть прокачивать именно свою скорость принятия решений и вливания в коллектив. То есть неважно, на чем ты работаешь, если ты умеешь быстро это освоить, то ты, как бы, вот твой залог успеха. Ну, по сути, да. Ведь у многих даже крупных студий есть свои собственные софтины, которые они пишут под себя, там, какой-нибудь Pixar, например, да, или этот CD Projekt Red, у которых там свой движок. То есть они могут написать что-то под себя, но специалистов они все равно новых набирают, набирают они исходя не из того, что они умеют работать в каком-то там блендере, да, например, или в Unreal Engine, а просто потому, что эти специалисты могут быстро обучиться, они понимают тему, да, то есть там база-то у всех везде одна. Ты когда анимацию, да, делаешь, ты делаешь ее в блендере или в Maya, суть в чем – ты простраиваешь позы, потом простраиваешь позы между позами, а потом их начинаешь соединять, потом начинаешь… ну, то есть принципы одни и те же. Господин Этеатр, по поводу твоей собственной вселенной, можем ли мы немножечко ее затронуть, хотя бы затравочек какую-то кинуть, о чем хотя бы ты планируешь и представляешь, и что тебе снится каждый божий день, как ты сказал, цитирую автора. Космо-вестерн. Блин, все, ты меня зацепил. Я готов помогать тебе на Kickstarter с этим всем. Это точно нам не хватает. А подожди, вестерн или истерн? То есть это космический вестерн или космический истерн? Потому что вещи немножечко разные. Космический вестерн. Там именно образы прямо с ковбоями и со всем делом вот этим вот. Но при этом, при всем это как бы… Вот ты же знаешь StarCraft, да? Конечно. Вот подачу сюжета StarCraft 2-го помнишь? Как там все вот это вот, какая там музыка звучит, какие там образы? Второй нет, но я помню прекрасно образ вот космодесантника с сигарой во рту, который… Вот такое вот. То есть какие-то брутальные вот эти вот образы из боевиков старых, на которых я вырос. Я вырос на боевиках на этих из 90-х, на вестернах. Мне все эти штуки очень сильно нравятся, поэтому как бы хочется свою собственную вселенную создавать именно вот с этим. Но спустя года и некоторую насмотренность вообще того, что происходит в массовой культуре, да? Мне очень нравятся, например, очень крутые образы у… Ну, есть такой вот образ в массовой культуре, да? Советский солдат, например, да? Ну, так или иначе, мы сейчас говорим не про историческую ценность тех или иных народов, да? Как это можно там выразиться. Мы сейчас говорим просто про образы, поэтому я говорю про… То, как был создан, но образ в массовой культуре. Да, да. Образ ветерана советского солдата, да, из Красной Армии. Образ ковбоя из Дикого Запада. То есть вот это вот все сделать вместе, подружить, скомпоновать и создать из этого такую, ну, некоторую космооперу или что-то вроде того. Это эпично звучит, это очень круто. Все внутрь не впихнешь, есть уже костяк истории, его надо просто грамотно проработать. И чтобы, как бы, ну… Ну, чтобы рейтинг был, да, не 12-м плюс, опять же. Какие-то темы затрагивать интересные, то есть которые будут… которые волнуют, например, меня, как уже взрослого человека, а не человека подростка, например. Главное ни в коем случае случайно не сделать быдло-анимацию. Вот это то, что мы… Почему-то в российском сегменте очень тяжело нащупывается, и взрослую анимацию путают с быдло-анимацией, и в результате, когда пытаются сделать взрослый контент, получают быдло-контент. Объясни, пожалуйста, что это значит. Ну, когда взрослая анимация, да, например, мы возьмем там «Боджека», да, сериал «Великолепный» совершенно, который очень долгое время держался в топе Netflix, на Западе, но не у нас, потому что у нас был ужасный перевод, у нас не поняли огромного количества шуток, у нас делали все в попыхах, у нас не понимали, к чему как бы движется сюжет, потому что, ну, видимо, всего сценария перед глазами не были, поэтому не понимали, как правильно перевести некоторые моменты, и поэтому у нас, собственно говоря, в топ не взлетел. Ну, а так произведение, оно как бы в первую очередь философичное и депрессивное, вот такое идеальное синева, то есть прям вот это вот «Перфект Брюс» такой, который все время трогает те темы, которые, ну, детям не могут быть понятны в принципе. То есть, если мы возьмем какую-нибудь «Тринадцатиретку», посадим его смотреть «Боджека», наверное, он подцепит всякий трэш оттуда, которого там на самом деле как бы 5%. 95% — это философские какие-то размышления, фразы по поводу жизни, по поводу получившегося в рамках этого всего очень диковинного, магического, реализма и так далее. У меня этот сериал в свое время очень сильно затронул, на самом деле. Я вот, я жду, когда у меня с головой достаточно вывотрится, чтобы купить просто ящик бурбона, сесть перед экраном и прям залпом еще раз его посмотреть полностью. Я просто боюсь, что после этого, если я так это сделаю, то, наверное, потом у меня запой будет еще месяца три. Потому что, ну, он очень тяжел, конечно. И его вот эта вот раскрытость концовки, как бы, ну, то есть, типа, все закончилось, но на самом деле ничего не закончено, но мы просто заканчиваем эту историю, потому что, типа, а что еще рассказать про нее? Вот она, такая жизнь случилась перед вашими глазами. И вот это как раз пример хорошего взрослого сериала. А когда мы берем, если мы возьмем Рика и Морти и чуть-чуть на него накрутим еще больше жестокости, еще больше руганье и еще больше хардкора, то это превращается в быдло анимацию, которая нацелена исключительно на утоление каких-то вот своих животных потребностей. Этого как раз таки не хочется. Мне не хочется даже вот в проекте PowerCraft делать насилие ради насилия, типа, да? Показывать детей, которые насажены на пике там. Ну, это все, вот это вот, ну, этот трэш, я не хочу в него скатываться. Потому что жестокость, мат и все вот эти вот, ну, вещи, которые так или иначе вокруг нас происходят, да? Ну, если мы говорим о каком-то сценарном искусстве, это способ рассказать историю, двинуть сюжет дальше, показать образ, но не, как бы, это не трэш-видео с Ютуба, которые там в блок-интернете потом укладывают. Очень неожиданно, что ты берешь для отработки всего, причем прямо противоположное этому, то есть такое фэнтези, дарк-фэнтези классическое. И мне прям очень интересно посмотреть потом на контраст, который получится в результате из перехода от Варкрафта к уже тому, что называется космический вестерн. А по поводу Варкрафта, возвращаясь к этой всей тематике, возвращаясь к этому всему, ты вообще насколько воспринимаешь все эти изменения, которые происходят у Близзов и вообще в мире все эти тенденции, насколько негативны или есть все-таки какие-то хорошие решения в том, что сейчас происходит? Начнем с того, что так или иначе мир меняется, я принимаю то, что он меняется, и у меня с этим все в порядке. Не в порядке у меня с тем, что люди, как обычно, берут хороший инструмент, просто отличный инструмент, который называется гуманизм, выкручивают его на полную и начинают творить трэш. В противоположность тому трэшу, который, например, происходил в прошлом веке, когда мускулистые, здоровенные мужики, это все, что скрывалось за ними, за их образами. мне это как бы, ну, конечно, нравится с одной стороны, что люди начинают относиться, ну, в массе своей, да, вот именно продвигается идея о том, что, то есть, мы всего лишь люди, да, и любые тела – это тела, и там любая форма жить – это достойная как бы форма для того, чтобы жить. Короче, какая-то, ну, вот эта толерантность, да, к тому, как люди живут, как люди выглядят – это хорошо. Нехорошо то, что, как обычно, все это уходит в какой-то трэш. Единственное, что мне не нравится, мне никогда это, ну, никогда не нравились маргиналы, вот прям откровенные маргиналы, которые, например, при помощи каких-то политических вот этих лоббистов продвигают какие-то идеи, которые только насаждают ненависть лишнюю. Ну, то есть, например, там тоже бодипозитив. Что это такое? Это не… Это ведь способ принять свое тело таким, какое оно есть. не бегать вокруг и всем в лицо пихать, что вот у меня там это самое лишнее, там несколько складок есть, например, или у меня нет руки, и вы все должны меня за это уважать, любить и так далее. Это просто как бы, ну, способ вот здесь вот у себя в голове решить для себя, да, что ты человек – это нормально. В любом случае тебе с этим жить – этот факт надо принять и двигаться дальше. Вот, ну, с чем связано это движение, а не тот трэш, который, например, сейчас устраивает. Нет политики более лицемерной, чем толерантность. Когда мы говорим про толерантность, мы подразумеваем, что кому-то мы должны проявить толерантность. То есть, кто-то хуже нас, и мы почему-то должны к нему быть снисходительными или там жалеть его. То есть, вместо того, что мы говорим не о равноправии, а мы говорим о вот этом вечном чувстве долга… Того, что кто-то должен быть выше чем… Кто-то должен быть униженным и гордиться этим. Ну, то есть… Да. Иерархия, она так или иначе в человеческом социуме присутствует. Вот смотри, а почему это происходит вообще в рамках Варкрафта, ну, помимо общеполитической повестки? Просто если рассматривать лор того, как это все происходит… Ведь изначально Орда, она как бы реально просто влекомая некой природной ненавистью сила, которая пытается вытеснить человечество, эльфов и так далее. То есть, все то, что кажется светлыми силами, при содействии в результате демонических сил. То есть, они не останавливаются ни перед чем, чтобы перейти на кровопролитие и так далее. И потом, как бы, после того, как силы альянса их задвигают глубоко за пазуху, они начинают войну не столько… Это не столько реваншизм, да, сколько как раз попытка отстоять свои права и показать, что, типа, да, мы ошиблись, но это не значит, что нас надо гнобить и так далее. Насколько я правильно понимаю лор Варкрафта, то, как это происходит. И на твой взгляд, как выглядит лор? И какие важные вообще существовали раньше тропы в сюжете? И какие… И насколько они испорчены сейчас? И насколько найдены хорошие сейчас? Говоря о том, что народ орков пришел в итоге на Азерот через темный портал при помощи демонов, да, он начал творить некоторую… Хотя он творил… То есть, он на этот народ уничтожил свой собственный мир. И, по сути, кстати, сериал, да, сериалом своим я хочу показать, что вот в Варкрафте раньше существовала такая тенденция, да, показывать то, что война – это плохо через образы того, что война – это плохо, а не говорить о том, что все вокруг как бы, ну, какают радугой и все у нас на самом деле хорошо, и все такие, блин, понимающие, как будто вот пытаются замазать… Я, наверное, как бы, ну, не буду сейчас размазывать мысль свою, просто скажу. Вот есть, например, интересный образ. Я не помню, в каком кино я его видел. Просто человек стоит, рассуждает о том, как плохо живется странам третьего мира. Рядом с ним бегает какой-то маленький чернокожий тощий ребенок, который пытается у него просить там денежку на поесть, а он его отмахивает и продолжает, типа, об этом рассуждать. То есть вот именно вот это вот, например, происходит в моей голове, когда я вижу то, что творят сейчас в Варкрафте. То есть как бы, ну, мы как бы… Да, мы будем как бы дальше показывать какие-то вот эти вот образы, но на самом деле… В общем, Blizzard – это огромная многомиллиардная корпорация, в руководстве которых сидят люди из правительства США. То есть там было несколько кадров, которые пришли, например, из этой администрации президента. Неожиданно. И они там, типа, рулят по как-то решению конфликтных ситуаций с общественностью. Угу. Вот. То есть и вся политика, которая… Кризис-менеджером. Да, 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 вот. Вот как называется. И, собственно, там сидит женщина, которая была кризис-менеджером, как-то сказал, у Барака Обамы… Ой, не Барак Обама, господи, а у этого… Кто у нас в Ирак сторгался? Джорджу Бушу нашел. Буш, да. Вот у Буша, короче, она сидела. И решала вот эти вот все вопросы с общественностью. Вот, собственно, она сейчас сидит в Blizzard. Вся вот эта тема, да, с политикой их компаний, то, как они себя позиционируют. Особенно после того скандала, после которого повольняли очень много народу. Они как бы, ну, пытаются быть максимально мягкими и пушистыми, заменяют женщин на фрукты в игре. Ну, и так далее и тому подобное. Потому что не хотят лишний раз, типа, кого-то триггернуть. Это же оскорбительно, боже. Оскорбительно. Давайте, чтобы не говорить о ком-то, мы замениваем его на что-нибудь. Когда ждать следующий эпизод? В каком он этапе? Будет ли он вообще? Или ты, там, решишь повременить? То есть, какой следующий этап вот именно в этой истории, в Варкрафтовской твоей? Под конец сентября, начало октября будет вторая серия. То есть, все лето будем очень жестко прям выдожобывать. Там хрометраж будет уже не 3 минуты, а 8 примерно. Может, даже побольше. Сейчас прям ребята модерят и рисуют там всякие штуки. И в следующей серии будет показан клан Черной горы. Это клан орков, довольно милитаризированный. Они все-таки живут в скале, лава, черное железо. Они все такие брутальные. Все там поголовно кузнецы. У них есть целый культ кузнечный. У них есть специальные какие-то шаманы. Короче, хочется показать этот клан с точки зрения проработки. Сделать максимально красиво и круто. Например, вот в сериале «Кольца власти» было интересно показано, как есть там какие-то заклинатели горы или что-то в этом духе у гномов. Вообще двор. Женщины-блюзмены, которые? Да, которые там типа пел о горе. Вот что-то подобное хочется как бы для этого клана сделать, потому что философия очень похожа с дворами. И все это дело надо проработать. Поэтому, я думаю, все лето точно это дело уйдет. В середине осени мы наконец выпустим вторую серию. С нетерпением ждем. И очень надеемся, что слет аниматоров сможет как-то поспособствовать на самом деле всему этому прогрессу. И, само собой, очень надеемся, что в принципе наша все комьюнити, она проявит еще больше интереса. Ребята, обязательно переходите все по ссылкам, которые написаны в описании этого подкаста, для того, чтобы ознакомиться вообще с тем, что делает наш уважаемый гость Павел, что делает Lonely Road и вообще как это все выглядит, и к чему это все идет. Потому что, естественно, поддержка комьюнити – это самое главное, что нужно вообще автору для того, чтобы дальше двигаться. Слушай, мне естественно, что вот в плане там… У нас сейчас Blender только-только вернулся в школу. Мы только-только недавно нашли специалисты, которые будут преподавать Blender. Крутейший специалист. Я в восторге, конечно, от того, что он делает, но… Блин, Blender настолько мега популярен, вообще стал у всех, несмотря на то, что международный стандарт – это My Autodesk, все такие, типа, уверены – нет, надо заниматься Blender, надо его сделать, потому что, ну, по-моему, он сейчас реально будет всех дрючить. Будет. Просто… Извини, перебью… Тут вот, кстати, почему Autodesk? Вышел интересную вот эту вот позицию от лида по анимации, которым я рассказал ему, почему Autodesk. Потому что у них, типа, есть лицензия, и за эту лицензию ты можешь, как бы, вот… У тебя разработка гигантского проекта идёт, и что-то там не работает. Блендеру ты ничего не предъявишь. А Autodesk – они позовут специалистов специальных, которые будут тебе, там, какое-то вот это вот… всё это дело исправлять. И Blender сейчас, он прям семимильными шагами нацелен на то, чтобы в крупный pipeline залезть, в четвёртой версии, в последней, там, выпустили уже интересные структуры, там, поменяли для того, чтобы взаимодействовать со всякими, там, redshift'ами, рендерами, да, крупными, которые используют, там, в большом продакшене. Вот эту вот лицензию они тоже, короче, продумали и сделали. Поэтому, я думаю, ну, есть смысл действительно изучать Blender. Я всё к тому, что мне просто интересно, как на слёте аниматоров это всё будет выражено и в каком виде, потому что пока не очень понятно. И, на самом деле, есть возможность зацепиться как-то с чехами, ну, чтобы это было интересно, чтобы им это было интересно вообще повыступать. Ну, или там, в онлайн можно выйти в формате. Ну, это просто интересная всегда взаимосвязь. У тебя pipeline был по производству этого ролика. Ты начал сразу… Ты говорил, да, по поводу того, что ты риги сразу сделал, общие какие-то и так далее. А вообще, вот, короткометражка. Сценарий, ригинг, дальше, там, наброски какие-то, раскадровка и так далее. В чём композитинг происходил? Как ты всё сделал? В каком порядке? Ну, сначала, естественно, предпродакшн. Предпродакшн – это вообще очень важная штука. То есть, я, ну, там, собирал на мира, закидывал какие-то арты, образы. У меня гигантский мир со всякими штуками. Потом делал блокинг и раскадровку в блендере. То есть, у меня есть, типа, персонажи зареганные, да? Угу. И я в блендере прям… Я не рисую раскадровки, просто в блендере выставляю правильно камеру, как мне надо, выставляю персонажа в позу нужную и делаю, типа, рендер. Просто там на бел… Это без материала, без всего, просто белые персонажи. Да, это, в общем, аж белые, а не чёрные. Вот. И, как бы, после этого уже начинается какая-то работа над, там, анимацией. И актёры, как бы, да, которые озвучивают. Сначала озвучка, если это диалоги, потом уже анимация. Это вот всё в блендере происходит. То есть, предпродакшн в блендере, продакшн в блендере, а пост в After Effects у меня был. И немного Da Vinci. У Da Vinci очень крутой шумодав. Вот. А у меня после рендера, который занял месяц… Месяц рендеринга. Беда бесконечная. А что, студии большие, они по три месяца могут рендерить на своих большущих мощностях. Я на свои, вот, 40-80 рендерил в месяц. Там нужно всё оптимизировать. То есть, ты что-то придумал, какой-то образ, да, например, ты его сделал в кадре, а вот он берёт и технически, как бы, ну, там, какую-то шляпу делает, например, рендер, крашит, или он слишком долгий, и в итоге ты убираешь этот элемент, он вообще на две минуты быстрее начинает работать. Тогда, короче, очень много головомойки. Ты отрендерил, потом такой, ой, какой-то артефакт переделал, снова отрендерил и так далее. Шумодав очень сильно помог, потому что после рендера какие-то шумы, например, да, там, по свету, где-то свет бликует и так далее, артефакты вылезают, а Da Vinci он такой берёт и просто всё размазывает. Ну, мне, кстати, в этом плане понравилась очень аишка, это ТАПАС, которая усовершенствует видео прямо из полного мусора, делает что-то более-менее адекватное, он как бы там сам себе... Позновато про неё узнал, надо тоже попробовать. Вот нейросети надо внедрять в pipeline обязательно. Ну, для Google улучшайзера хотя бы такого общего, банального, да, обязательно. Подожди, а Гудини ты упомянул, Гудини ты вообще применяешь или нет? Вот это лето у меня будет как раз-таки связано ещё, кстати, с изучением Гудини, потому что Гудини артистов у нас, не артистов, а, извини, художников, по-русски всё-таки говори, у нас очень мало в стране, ну, прям крутых, которые делают крутые визуальные эффекты для фильмов, и вследствие этого у них монополия, и как бы там они берут невероятно много денег. Я подумал, что я тоже хочу много денег за крутые штуки. Так что надо ещё и Гудини изучить. Это очень важно. Да, слушай, у нас, кстати, вот интересная тема. У нас сейчас мы пытаемся внедрить экспертов по Гудини, и через неделю у нас будет первый мастер-класс открыт, и как раз Гудини реально вообще не тропа нехоженная у нас. Это жесть какая-то. То есть если все в After Effects, все 3D-шники в After Effects переходят, а Гудини никто не пользуется, хотя это какая-то поправильнее. Гудини — это прямо, ну, это must-have для того, кто хочет сделать крутые визуальные эффекты, потому что в блендере есть там парочка интересных плагинов, я их попробовал сделать. Ну, собственно, на этом все мои попытки и закончились. Вот, например, я хотел сделать для своего пилота воду, крутую там, симулировать воду, выделил себе целых пять дней на то, чтобы просто там на несколько секунд симуляции запечь. Ну, здесь возможно... Я правда, я намучился очень сильно. Возможно, что здесь есть смысл, конечно, и Unreal Engine, конечно, подрубить к этому всему. Ой, не говори мне про Unreal Engine. Я пытался же вот делать на Unreal, у меня тизер к пилоту, который вышел год назад, был сделан на Unreal. Угу. Не хочу мириться больше с багами, которые возникают, потому что это же игровой движок. Там очень много артефактов вылезает в процессе. То есть это тоже там... Я не подружился, короче. Просто интересные пеплайны типа больших студий, когда там на Unreal делается все окружение, потом уже как бы сверху анимация накладывается уже на всю вот эту 3D-сцену из другого. Персонажные анимации делаются в другом. Я понимаю, что это попа-боль, но, к сожалению, некоторые визуальные решения пока что были... Я не знаю, может, в следующем обновлении они там сильно скакнут вперед. Я очень надеюсь, что действительно Animation Club как тебе поспособствует, потому что проект вообще прям бомбический. Это очень круто, что у нас такая... Вот прям... Звезды у нас возникают сами по себе. То есть не обязательно нужно проходить через школу для того, чтобы появился крутой специалист. Это вдохновляет. Спасибо большое. На самом деле, я теперь все. Я теперь ваш фанат. Я посмотрю стримы. Потому что там действительно очень много горноты говорят люди, которые к вам приходят. Просто вот что обсуждаете. Это очень важно. Важно коммуницировать. Мне нравится, что есть тусовка какая-то. И ты как продюша делаешь на самом деле очень классно. Все. То есть, как бы, ну, я вижу, что есть желание реально создать вот эту вот индустрию у нас здесь. И это очень здорово. Потому что я, если честно, я не хочу переезжать куда-то. Мне нравится здесь у нас. Мне хочется творить здесь. И зарабатывать тоже здесь. Я вижу, что здесь очень много крутых людей. Но как-то вот все собраться-то не могут вместе. Ну, вот да. Это беда. И меня беспокоит то, что слет аниматоров это единственное реально место, где как бы вообще из разных областей все, кто занимается так или иначе мультфильмами и играми, все могут нормально спокойно собраться. Потому что вот есть, например, бесплатный там Воронежский фестиваль. Фантастический. Он очень крутой. Он очень классный. Замечательная вот эта мультпрактика. Но, блин, он ужасно нацелен все равно вот на какую-то старую ветвь нашей мультипликации. То есть он не выходит в более широкий пласт всего. То есть там мультфильмы. Вот, пожалуйста, смотрите их сколько угодно, авторских, самых разных. Вот мы расскажем про нашу там открытую 3D-платформу Воронежскую. Но это и все. А хочется затрагивать вообще все. Все, что существует в принципе на рынке. И, блин, слет аниматоров проводить бы два раза в году было бы гораздо полезнее. Хотя бы даже на уровне просто форума собрания. Но я обязательно посещу его. Конечно. Все, я уже нацелен. Там, кстати говоря, да, заявки откроются. Идея в конце июня на участие отдельных студий. Именно с рассказом о своих проектах, рассказах о себе. И есть смысл подождать вот этого момента. И, может быть, вклиниться в это все. Потому что опыт блендеровский очень интересен. Опыт создания своей собственной студии. И именно с каким-то мастер-классом туда вступить. Ну и в том числе как раз опыт взаимодействия с Чехией, с Blizzard'ом и так далее. Слушай, а вот насчет этого я просто не знаю. Разве я подхожу под критерии, так скажем, профессионала, который может что-то такое рассказывать людям, другим. Потому что у меня, если честно, есть ощущение, что нет такого. Ну, это... Нет, подожди. Ты же можешь в любом случае еще рассказать про опыт входа во что-то. И то, что сейчас как бы впоследствии твоих наработок ты там косвенно, но работаешь с Blizzard'ами. И это хорошо. Там никто не будет вешаться, конечно, на иконку Blizzard'а, на тебя, но как бы по факту упомянуть то, что, типа, да, создает синематики, в том числе для Blizzard'а, ну, это хороший... Слушай, вот мы сейчас с тобой разговариваем, да, ты один такой, который вот так сделал. И существует еще пять тысяч людей, которые хотели бы пройти тот же самый путь. Им будет интересно услышать то, как это происходит. Ну, и плюс вообще, там, светить с собой, как человеком, который комплексом, как он называется, комплекс самозванца, он в любом случае преследует всех людей, которые сейчас занимаются анимацией на территории Российской Федерации, потому что это не наше, мы не сами это придумали, и не сами знаем, как это все делать. Этим комплексом не страдают только, я не знаю, Норштейн и там... Блин, ну, это... Потому что мы как эти, как Мексики, Макелодоны, тоже были придатком какое-то время, а сейчас там, ну, вот, многие года, да, вот этого вот джогования, взрастили крутых спецов, которые сейчас думают, что они, ну, они просто какая-то черно-рабочая сила, а на самом деле ребят очень много крутых. Ну, да, тут имеет, конечно, смысл, просто вот если с такой позиции подходить, я бы тоже, наверное, участвовал. У нас в видеоиграх, знаешь, как просто мозг перекраивается у людей, когда они привыкли, то, что, типа, мы аутсорс, мы аутсорс, мы все время аутсорс, как нам занимаются, мы там ищем западных каких-то чуваков, на которых мы поработаем. Подешевки, можно вот, типа, разработку смутить здесь, поэтому... Нас наймут лидами, да, мы будем все решать, мы будем генеральным продюсером игр, но мы аутсорс все равно. Сколько можно, блин, вот что должно было произойти для того, чтобы у всех какое-то самосознание начало просыпаться, такие, типа, блин, а мы же можем... секундочку, у нас же... Несколько контор мы можем собрать, которые сами сделают все, у нас даже сценаристы есть, у нас даже движки готовые есть, ух ты, мы, оказывается, можем делать игры, вау. И все такие вдруг неожиданно проснулись, блин. А в самом деле... Сейчас, на самом деле, Дикий Дикий Уэс сейчас происходит, на самом деле. Мне нравится, что есть какие-то противодвижения. Глобально, да, глобально, да. Я вот уже всерьез стал задумываться по поводу этого сериала «Взрослая жизнь аниматоров», потому что, видимо, это... Хоть что-то, чтобы показать то, что у нас действительно что-то происходит для аудитории. Блин, ну идея-то классная. Вот, блин, такое ощущение, что большая часть людей думает, что вообще из ниоткуда все берется. Он просто хрикерак и появился на рынке, типа... Потому что им не показывают, не объясняют. Они вон, типа... Как мне... У меня даже девушка, да, она видит, что происходит. У меня тут самая цель... Целая такая вот эта вот... уголок... Как это... Уголок программиста. Вот это вот... Знаешь, есть мем такой прикольный, где чувак сидит, у нее 10 клавиатур. Вот у меня то же самое. У меня три клавиатуры, два... Три монитора и так далее. И вот... И она говорит все равно, ну, ты же круто нарисовал. Они что, не могли там круче нарисовать? То есть они тут... Ну, в сознании людей еще нет этого вот понимания того, как это все происходит, какая-то магия. Ну... И такой сериал, он бы поспособствовал, я думаю. Короче, я не знаю. Такое ощущение, что какая-то толпа алхимиков просто собралась, все-таки в своем вареве каком-то находятся, потом зелья продают просто на рынке, как бы вот все... И люди такие, типа, они там что-то сделали, а ты что, не мог лучше придумать так, чтобы приворотное зелье нормально работало? А что так... Вот это вот самая большая претензия у меня обычно пролетает в комментариях. А что так мало? А что так долго? То есть, блин, ну, это не объяснишь как-то. Паш, какие-то наставления, общие пожелания и так далее от тебя? Ну, вот ты спросил, и сразу все из головы вылетело. На самом деле, это звучит очень банально и тупо, возможно, но реально нужно просто верить в свою идею. Зачастую, очень сложно бывает, да, всю картину в какой-то критический момент увидеть, да, который у тебя получится. Вот надо в этот момент вообще перестать думать о будущем каком-нибудь своем. И тупо вот по плану фигачить. И все. Сделал план, и иди по нему. Так и каждый день как бы. Потому что каждый день может быть разное настроение, а надо, чтобы вот план всегда выполнился. Наверное, это самое оптимальное, что я могу сейчас выделить. Спасибо тебе огромное за этот замечательный разговор. Я надеюсь, что тебе тоже было интересно. И надеюсь, что каким-то образом Animation School и Animation Club смогут еще дополнительно поспособствовать. Знакомство, по крайней мере, очень успешное и очень удачное. И это вот такое очередное напоминание, что в любой момент со своими идеями, со своими работами вы можете обратиться к нам и, ну, хотя бы в рамках подкаста постараемся рассказать про вашу идею и познакомить вас с аудиторией и аудиторию с вами. Спасибо большое, что пригласили. Мне было очень приятно. Большое спасибо Павлу, а.к.а. Вождю, за насыщенную беседу о судьбах российского 3D и российских авторов, да и вообще за позитив, открытость и самостоятельность. Если наши уважаемые слушатели подкаста тоже хотят заняться Blender, то милости просим к нам на курсы по Blender в Animationschool.ru. Ну а ссылки на мультфильм по Warcraft'у с канала Lonely Road Pictures находятся в описании. А я напомню, если вы хотите стать гостем подкаста, рассказать о себе или своем проекте, то напишите нам письмо на почту inboxsobakaanimationclub.ru а в теме письма напишите «Я здесь аниматор». Прощаемся до следующей недели, а с вами были Олежа Никитин и Рашид Дышечев. Напоминаю, что наш партнер онлайн-школа анимации Animationschool.ru. Подписывайтесь на YouTube-канал Animationschool, на каналы Мультоград, Вконтакте и Телеграм. Это был подкаст «Кто здесь аниматор?» Ставьте лайки, оставляйте свои комментарии, оставайтесь с нами. Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Игорь Негода. Игорь Негода. Игорь Негода. Субтитры создавал DimaTorzok